Ну, и вот тут через Верхнюю Франконию, через Чешские горы поступают новые силы крестоносцев. Начинается в полной мере второй крестовый поход. И крестоносцы повели себя, вот сразу видно, что нет одного командира, повели себя крайне пассивно. Прямо сейчас невозможно было их парировать, потому что ополчение Праги во главе с Ядом Жиревским понесло серьёзнейшие потери, отступило. Оно не могло быстро собраться, восстановить свои силы и так далее. То есть, путь в страну был открыт. Ян Жишко болен, он ещё не успел оправиться, и даже если бы успел, у него в Южной Чехии основные силы находились, которые боролись с антигуситскими Великими Панами. И что они сделали? Они вместо того, чтобы идти вглубь страны с решительными целями, осадили город Жатец. Это самого жатского братства столицу. Жатец. Жатец, да. Или Жатец, или Жатец. Я не знаю. А может, он Жатецкий гусит, не Жатецкий. В телевизоре так говорят. Ну, бог его знает. Двинулись они туда не сразу. Туда успели подтянуть туда и под его окрестности. До 6 тысяч гуситов. Естественно, взять его штурмом не удалось с таким-то гарнизоном, тем более, что там уже было очень много опытного народа. Штурм был отбит. Пришлось осаждать. Как только его стали осаждать, естественно, все крестоносцы вспомнили, что они вообще-то грабить приехали. И стали грабить. Вместо того, чтобы осаждать гуситы, основная боевая часть гуситского войска не могла прийти на помощь. Во-первых, да. Военные действия на юге вялотекущие. И самое главное, а где Сигизмунд? Сигизмунд-то не перечислен в числе тех великих господ, о которых мы с вами упомянули. А он в Венгрии. И у него там как минимум 20-тысячная армия. Потому, что при помощи ее он разбирался с турками. И вот сейчас он с турками это разбираться прекратит. И пойдет в Чехию. Не сомневайтесь. А куда? И поэтому нужно было держать силы прикрытия. И помочь джатсу сразу не смогли. То есть, конкретно до октября 1421 года никакого помощи не оказывали. Но там был настолько мощный гарнизон и так хорошо обеспеченный, что его не могли взять. И тут поправился Ян Жишко. И не смотри, что слепой во главе своих верных подчиненных, которые уже были надрессированы правильно и хорошо, двинулся к джатсу. Как только услышали, что приближается Жишко, крестодостное войско просто разбежалось. Вот это да. То есть, никаких сражений не было. Они просто все брызнули во все стороны. Ваша слава вас обгоняет. Да. Здорово обгоняет. Потому, что с Жишко считалось, что воевать невозможно. Тем более, что крестоносцев в этот раз, вот именно в этот заход, их было очень сильно меньше, чем гуситов. То есть, если в тот раз там были в общем сопоставимые силы с очень большим перевесом в конной компоненте, то теперь у гуситов была своя конница, а крестоносцев было просто тупо меньше. Я думаю, что там было тысячи три-четыре всего всего. Именно комбатантов. Ну, понятно, ловить нечего. Там еще и Жишко. Ну, его. Короче, они отступили все. В панике. И вот 16 октября через Моравию на Чехию двинулся Сигизмунд. Моравия – это как раз та самая часть Чехии, которая не участвовала в гуситском движении, но там начала поднимать вполне прогуситски настроенная публика голову. И поэтому, во-первых, через Моравию идти было удобно. Потому, что она не враждебна напрямую. А с другой стороны, ну, как бы своим видом продемонстрирую, что ничего хорошего вас не ждет, если вы займетесь тем же. До, говорят, 30 тысяч человек войск, я вот вообще даже приблизительно не верю цифру, их там всего по максимальному исчислению 20 тысяч кого-то нужно было в Венгрии оставить. Он не мог всех забрать. Такого не бывает. Ну, тысячи, если 15 было, то вот всей пехоты, арбалетчиков, всадников – вот всего вместе 15 тысяч – это максимум, который мог быть. Скорее всего, меньше. Но все равно. Даже если 10. Армия более чем серьезная. Тем более, там была масса наемников и общее руководство, как непосредственный руководитель, а осуществлял уже не сам Сигизмунд Люксембург, который человек был гнустый, но понимал, что как военный он не очень. Флорентийский кондотьер Филиппо Сколарри, более известный как Пиппо Спано, возглавлял все это войско. А это был серьезный человек. Во-первых, с огромным опытом, а во-вторых, с огромной теоретической подготовкой. Воспитанный на классическом римском наследии, римском и греческом. Кстати, когда мы говорим про именно римское военное наследие теоретическое, то от римлян дошло, по-моему, шесть или семь трактатов военных, а от греков тридцать. Богато. Ну, конечно, я имею в виду всех греков, включая Византийскую империю. Вот. Поэтому, наверное, все-таки правильнее говорить шире. Античное и, в первую очередь, греческое теоретическое наследство, а не римское. У римлян, по-моему, еще четыре или пять трактатов числятся утраченными, а у греков еще тридцать числятся утраченным. То есть, их было значительно больше, чем от римлян. Ну, и, конечно, куда нужно идти? Первоочередная цель. А это место заседания Часловского сейма того самого. Точнее, временного правительства, избранного на Часловском сейме. Это Кутенберг. Кутнагора. Вот ее нужно было брать. Тем более, что Сигизмунд, как человек, не глупый. Повторюсь. Очень гнусный, но далеко не дурак. Он знал, что такое Кутенберг. Это место высочайшей концентрации просто этнических немцев. Потому, что там рудники, где работали немецкие рудокопы. Начиная от начальников шахт до собственно рудокопов. Понятно, что если беднота эта рудокопская, она непонятно... Неясно, на чьей стороне выступит. Но хозяева-то выступят на его стороне. Не сомневайтесь. Во-первых. Во-вторых, это важнейший перекресток дорог. Кутнагора. Это одна из точек, куда потом и в 30-летнюю войну, и потом во времена воин Фридриха Великого, наполеоновских войн, рано или поздно, уже в рамках Австрийской империи туда будут приходить войска. Потому, что мимо нее вообще не пройти. Ну, вот такое вот место намоленное. Да, там очень богато. Потому, что, опять же, шахтная разработка. Перекресток дорог. Удобнейшее место по этому городу. Еще и в-третьих, очень богатый, это прям приз серьезный. И вот 9-го, да, он туда пошел, но Жишко, вот это молодец, конечно. Я каждый раз поражаюсь, насколько он понимал вообще в стратегии и тактике. В первую очередь в стратегии он точно вычислил, куда пойдет Сигизмунд. Что он не минует Кутну гору. И стремительными маршами, я вообще не представляю как это, учитывая грандиозный обоз из этих боевых тяжеленных вазов. Он успел туда раньше Сигизмунда. 9-го октября 1421-го года гусицкая армия вошла в Кутну гору. Подмодрить, так сказать, кутнагорчан и направить их носы в нужную сторону. Кстати, не получилось. Причем у гусито-фармины было больше. То есть, их, опять же, считаю, до 25 тысяч человек, но давайте скажем так. Я пока сейчас не готов соответствовать, я плохо знаком с их архивным материалом. Я не готов сейчас соответствовать точному числу. Больше. То есть, когда мы говорим, что у Сигизмунда было максимум 15, но этих было 20. Это, конечно, в основном были табориты. Большие и малые, забывшие о своих распрях. Арибиты и недавно отлупленные прожане, которые хотели, как это сказать, немножко реабилитироваться. И заняли город и поступок к городу. Сигизмунг немедленно предпринял штурм. Штурм отбили. Но нет таких репостей, которые не могут считаться неприступными, если туда можно ввести пешака, груженого золотом. Пятая колонна и агенты Сигизмунда прекрасно договорились. И 21 декабря ворота города просто открыли немцам. Их допустили. Немцы. Открыли ворота немцев. Да. Кстати, там были далеко не только немцы. Понятно, что если у них начальник итальянец, там были еще итальянцы, а заодно англичан там было изрядное количество. Там Томас Боффорт лично участвовал, герой Столетней войны, о котором мы говорили, говоря про Столетнюю войну. И не только он. Это я имею в виду из великих лордов. А Жишко умудрился увести войско. Он не вступил в бой с силами крестоносцев и восставших немцев местных. Он вывел войско без потерь. И пошел на, получается, северо-запад, переградив дорогу к городу Колин. Так, чтобы крестоносцы не думали, что они захватили Кутну гору. Потому, что вот он рядом находится. Сил у него больше. Несмотря на то, что вы соединились с повстанцами из Кутнагоры. Он очень силен. И он постоянно находится здесь. И дальше вы не сманеврируете. Вам придется драться. Это было 6 января 1422 года. Немцы, опираясь на Кутну гору, стали штурмовать позиции Жишки. Жишки, как обычно, выбрал место, где его невозможно по-настоящему крупными силами обойти с флангов. Оперся с одной стороны на склон той самой Кутной горы. С другой стороны на овраге. Перегородил дорогу. Давайте к нам. Все заставлено вазами, бомбардами. И, конечно, штурм-то он отбил. Тут никаких сомнений не было. Но немцы взяли его теперь уже в осаду. То есть, они не выпускали его с позиции. А Жишка, вот огромный молодец, он не стал предпринимать никаких активных действий. Он сидел у себя в Вагенбурге и ждал. А чего он ждал? Так ровно того, что стали делать немцы, околожаться, а именно грабить. Венгры, часть венгерской армии, часть немецкой армии, видя, что Жишка не двигается, не зная, сколько у него народу, понятно, много, но сколько, они отпустили разъезды, которые принялись щипать богатую округу. Неплохо. И тогда на ночь 7 января Жишка резко снимается с места, выпускает вперед конницу, которые просто прорезают ослабленные порядки Сигизмунда и ударяют на эти самые разъездные отряды, которых просто разогнали. Ну, потому что их в каждом конкретном месте было очень меньше, чем Чехов. И таким образом Кутнагора была отбита. Вообще без штурма, безо всякого. Просто немцы вынуждены были убраться, Сигизмунд в панике бежал. Оставив отдуваться за себя Филиппа Скалари, Пиппа Спана, который прикрывал отступление. Подозреваю, он был не рад. Жишка тоже, кстати, редкий случай. Он вместо того, чтобы удовлетвориться отступлением противника, вроде разгром же совершен, он принялся его преследовать. И догнал Пиппа Спана около немецкого брода, так называемого. Через реку Сазаву. Состоялась битва? Да. Там была такая Березина местная чешская. Потому, что Пиппа Спана выставил прикрытие. Они очень плотно бились с чехами. Но так как их было меньше, они стали отступать. И вот тут это же январь стал проламываться лед под конями. И стали тонуть под тяжестью вооружения люди. Тогда же попал в плен Завиша Черный из Грабова. Самый великий польский рыцарь. За который воевал, конечно же, за Зигизмунда. Да. Будучи его секретарем. Доброй традиции. Да. Пиппа Спана отступил. И вот 10 января захвачен город Немецкий брод. И второй крестовый поход провалился на этом месте. Потому, что две армии было разбито. Включая мощную имперскую армию из-за крайне дурацкого руководства, которое осуществлялось. Несмотря на наличие Филиппа Скалария. Я представляю, что он орал, когда венгры поехали грабить окрестности. Вместо того, чтобы стоять и держать осаду лагеря Жижки. Что мы тут сидим, как дураки? И самое-то главное, что этот брод, он же узкий. Его невозможно занять большим количеством войск. Войска-то далеко не все, но Филиппа Скаларий вывезти смог. Потери там были ужасные. Несколько тысяч человек. Включая утонувших и попавших в плен. Но он был вынужден бросить имперский обоз. С казной, с сыпушками, с доспехами. И это все досталось гуситам. Которые некоторым образом... Приободрились. Приободрились. Да. У них повысилось настроение и благосостояние таким образом. Возросла мотивация. Конечно. Это вы удачно зашли. Да. Приходите к нам теперь еще. Черт возьми тоже. Г��, вон. Субтитры сделал DimaTorzok